Приветствую вас! Я председал ваше дополнение и сложилось у меня такое впечатление, что вот, не смотря на то, что вы сделали мой ответ лучшим, со мной вы как-то спорите. То есть, вот, вы как бы отрицаете то, что противопоставляете мне свою позицию, противопоставляете мне то, что есть у вас. Это не хорошо, идёт у вас сейчас защитная реакция, вот, и вопрос в том, готов ли вы эту защитную реакцию для себя принять. Давайте мы по порядочку, я прочитаю ваше дополнение, вот, и буду давать комментарий. Значит, зачем мне семья? Я же написал, чтобы взаимно делиться друг с другом, ну, или отдавать. Значит, если возглавлять здесь ладно, то как можно делиться с собой? Вы говорите, что делитесь с друзьями, с родителями и по работе, но им это всё не нужно. Вернее, не будет, не буду делиться, не буду я делиться тем, что есть, будет тоже другое, это не принципиально. Значит, вы хотите, получается, быть уникальными, вы хотите, получается, быть незаменимыми. Получается, что вы хотите для кого-то быть особенным. Здесь возникает вопрос, либо вы не ощущаете себя особенным для друзей, потому что вот это вот ваше утверждение, что им это не нужно, вернее, если я не буду делиться тем, что есть будет кто-то другой, оно является ошибочным. Потому что, например, для родителей нужно, чтобы делились именно вы. Для друзей, если эти друзья вами дрожат, также нужно, чтобы делились именно вы, а не кто-то другой. Поэтому либо вы выстраиваете свои отношения неверно, где нет достаточной истренности, либо вы недооцениваете себя, недооцениваете свою значимость. И тогда возникает вопрос. Ваше стремление к собственной значимости, это именно то, чего вы хотите, то есть процесс взаимоотдача, процесс, который вы называете делиться друг с другом, этот процесс, он нужен вам для того, чтобы вы будете чувствовать себя значимым, чтобы чувствовать себя уникальным для человека. И правда заключается в том, что это совершенно необязательно, для этого совершенно необязательно вступать в личные отношения. То есть это можно реализовывать и в дружеских, и в приятельских, и в профессиональных, и в других отношениях. Для этого необязательно вступать в личные отношения. И еще раз повторяю, если вы будете стремиться, видите ли, получается как, семья вам нужна для того, чтобы чувствовать себя значимым. Семья вам нужна для того, чтобы чувствовать себя уникальным. Если в семье, то вы не будете чувствовать себя значимым, если в семье вы будете чувствовать, что ваш мужчина будет, ну вот, принимать от вас то, что вы ему сможете давать или вообще не будете принимать от вас, то, что вы ему будете давать, я имею ввиду, делиться. То есть, вы бы хотели с ним поделиться, а он вас и не принимает это. Ну, неинтересно ему и так далее Что получается, что семья такая Вам не надо Получается, что Семья для вас Это сегодняшний средство Прежде всего, обрести собственные знаки Вот об этом я и говорю И вопрос, окончательно, в том Что вы перестали чувствовать себя Спасимый И возможно, тогда Когда вот У вас произошел разрыв Вашим молодым человеком Далее Значит, вы пишете, что Будет кто-то другой, так Вот в личных отношениях принципиально Не зря кого-то любят А кого-то ноги вытирают Не очень Понятно, откуда К чему вы это написали Но, хотел бы сказать Так, что Любят тех, кто любит себя Ноги себя вытирают От тех, кто себя не любит И кто себя не уважает И кто позволяет Это делать Вот Далее Просто я не понимаю Не хочется строить отношения Протовайся Если новый Хочешь Изменять Изменяй Хотя бы так Чтобы не узнали Ну, здесь вы Как бы Склонны к позиции Страуса То есть Вы ради Поддержания Своего мира Который Вам Нужен Которому Вы стремитесь Да Ради вот Некой такой Идиллии Вы В принципе Готовы Даже На измен Ведь бы вы Только о ней Не знали Вот Ну, это На самом деле Кажется Кажется Я не буду Никак его Эдокументировать Но Тем не менее Это вот Подвиться Страуса И Как бы Спрятать Спрятать голову Проблемы Но при этом Проблема Не уйдет От этого Если человек Изменяет Значит Мы что-то Не хватаем Если Изменял Ваш Мужчина Вам Что-то Не хватало Ведь Если бы Этот человек Был Например Откровенным Мердавцем Откровенным Негодяем Откровенным Там Откровенно Плохим Человеком Вы бы Не были бы Вместе У нас Он был Хорошим Для вас И потом Что-то Изменил Вот Что Изменил Вопрос Именно В этом И я Об этом Говорил Далее Значит Уничать Демонстрации Знаешь Если Человек Тебя Любит Опять Есть У вас Какая Такая Наивность Что-ли Дело В том Что Человек Который Не любит Если Человек Не любит Или Если Человек Разлюбим То Когда Происходит Процесс Разлюбления То В этот Момент Возникает Фрустрация То Человек Чувствует Что Тот Кого Любил Он Вроде Б Тот Тот Самый Вроде Б Тот Самый Человек Но Уже Не Тот И С ним Очень Плох Ему Потому Что Разлюбил Потому Что Любим Больше Нет Ну Или Увидел С другой Стороны Что В принципе Одно И То И Возникает Возникает Внутреннее Внутреннее Напряжение Человек Не Понимает Почему Так Вот Тот Кто Рядом Он Тот Но При Этом Он Простен Другой Он И Не Так И Человеку Плохо От Этого И Хочется Как Над Этого Избанчить Просто Преднаться Что Разлюбил Что Чувства Прошли Это Довольно Тяжело Человек Может Думать Что Он И Любит Но Вы Что С С Делали Плохо Муж Сложно Признать Что Он Разлюбил Мужчине В частности Всегда Сложно Довершить Отношения Самому Мужчина Озенциация К сожалению Делает Так Чтобы Именно Женщина Довершила Эти Отношения Он Не Хочет Блять На Себя Ответственно Такое Бывает Особенно Если Женщина В отношениях Сама Занимает Много Ответственности Берет На Себя Много Ответственности Вот Так Что Унижать Демонстрации А Суть Делает Механизм Принижения При Наличии Фрустрации И В этом Случае Человек Не волнует Что Вы Его Любите Человека Волнует То Что Он Сам Чувствует Далее Понимаешь Что Ему Возможно Будет Больно Это Абсолютно Не волнует Я Не знаю Кем Нужно Быть Ну На Сам Деле Нужно Быть Тем Кто Размельбил И Нужно Нужно Испытывать Сильнейшую Фрустрацию И Склонность К тому Чтобы Принижать То Что Ты Упустил И Все То есть Это Это Такое Вот Знаете Я Понимаю Что Это Очень Жасно Я Правду Это Но С точки Время Психологии Это Объясняется Именно Многие Многие Вещи Страшные Многие Вещи Аморальные Многие Вещи Грязные Многие Вещи Совершенно Безмравственные Объясняются Именно Этим То есть Человек От Счастливой Жизни Сделать Это Не Будет Это Что Делал Ваш Мужин Не Будет От Счастливой Жизни Другое Дело Что Да Мотивы Этого Человека Вам Не Интересны А Вот Понять Понять Эти Мотивы Было Очень Неплохо Чтобы Чтобы Вы Поняли Что Это Не Унижение Как Такового Чтобы Вы Поняли Что Это Не Слепое Желание Причинить Боль Что Это Нечто Другое Вот С другой Стороны Если Вы Понимаете Что Допустим Если Вдруг Мы С Вами С Левые С С Поймете Что Человек Причинил Вам Но Очевидность Это Человек Другого Плата Очевидность Это Человек Не Вашей Ценности И Вам Он Не Нужен И Он Просто Не Оценил Ту С Кем Он Был То есть Вам И Нужно Или Вам Перезавать По Поводу Мышлений Который Не Оценил Вас Который Не Был Достаточно Серьез Для Того Чтобы Понять Кто Перед Ним Это Уже Вопрос Весьма И Весьма Интересный Далее На Такое Я Не Пошла Не Знаю Зачем В этом Путин Совершенно Очевидно Что Не Пошли И Правильно Сделали Что Не Пошли Подобные Ценности За 3 Годы Не Изменимы Здесь Опять Чувствуется У вас Созащитная Реакция То Как будто Я Вас В чем Обвиняю Хотя На самом Деле Я Вас Ни В чем Не Обвинял По Поводу Любовной Зависимости В любви Нет Независимости Вот Это Меня Если Честно Улыбнуло Это Вы Говорите Мне Да Человеку Который Работает В Зависимости Человек Который Разбирает Любовные Отношения Это Вы Говорите Мне Человеку Который Разбирается В психологии Вы Говорите Это Мне Что В любви Нет Независимости Любовь Любовь Это Творчество Творчество Есть Независимость Творчество Есть Творческая Задача Нерепродуктивная При Любви Мы Если Любим Если Людям Действительно Сына Любовь Мы Независимы Потому Мы Хотим Чтобы Любимый Человек Был Счастлив И Мы Сделаем Все Для Того Чтобы Любимый Человек Был Счастлив И Нам Все Давно С Кем Любимый Человек С Нами Или С Другим Лишь Б Он Был Счастлив Вот Это Любовь И Это Независимость Если Вы Испытываете Зависимость От Любви Значит Вам В этой Любви Что-то Нужно А Когда Вы Говорите Что Всегда Поступаешь Счастье Свободы То Это Вы Говорите Не Про Любовь Это Вы Говорите Про Отношения Прям Меж Личностные Отношения В которых Человек Должен Уступать Но Это Сечет Другой А Вы Это Путаете Вы Это Смешиваете В Одно И Получается У вас Что Любовь Это Зависимость Вот От Сюри Возможно Из-за Недостаточно Высокой Познавательной Сложности В этом Вопросе У вас Может Б Тоже Возникает Проблема Любые Отношения Взаимозависимы В разной Степени Опять Такое Вот Совершенно Безапелляционное Высказывание Вы говорите Ну Прямо Улыбаю То То Я Очень молчу Про ваши Ценности Я Очень молчу Про ваш Идеал Отношений Но Просто Вот Вы Это Говорите Мне Например Вы Это Говорите Мне Человеку Который Разбирается В психологии Знаете Я бы не стал Вам Говорить Что Отношения Независимы Что Любовь Независима И что В отношениях Можно Быть Независимой Если бы Это Было Не так То Что Для Вас Невозможно Быть Независимой В отношениях Это Может Быть Это Да Ну И Когда Соответственно Вам Недря С Отношения Соответствующего Который Вы принял Ваше Зависимую Подличное В отношениях Другое Дело Чем Это Для Вас Грозит Чем Это Вам Грозит Это Уже Другой Вам По Поводу Самооценки Счастье Для Меня Это Как Раз Глубинная Вещь А Вот Радость Это Переменная Которую Надо Создавать В Каждый Момент Времени Опять Что Вы Здесь Как Бы Со Мной Спорите Вы Как Противопоставляете Мне Вы Говорите Что Счастье Для Меня Это Глубинная Вещь Вы Путаете Счастье В гармонии И Со Спокойствием Гармония И Спокойствия Это Когда Человек Находится Созвучи С собой Когда У него Нет Противоречий Вот Это И То Что Вы Называете Счастьем А Счастье Ощущение Счастья Оно Не Может Быть Постоянным И Опять В этом Контексте Радость Радость От Того Что Вы Испытываете Счастье Как Бы Как Бы Это Не Парадоксально Звучало Вы Путаете С Сам Счастье Счастье Которое Тоже Является Перемет Потому Что Если Спокойствие И Гармония Человека Это Состояние То Счастье Это Ощущение И Ощущение Счастья Не Может Быть Длительным Потому Человек К нему Адаптируется Так Счастье Ну Яркий Пример Вот Вы Чего-то Хотели Очень Сильно Мечта Мечта У вас Была Вы Мечты Достигли И Вы Ощущаетесь Счастье А Вот Вы Достигли Мечту Ощущаетесь Радость А Потом Это Уходит И Что Получается Что Мечта Не Нужна Вам Нет Не Так Мечта Нужна И Счастье Осталось Просто Вы Адаптированы Сознание Физика Адаптируется К такому роду Переживания Далее Значит Счастье Можно стремиться И любой человек Это делает Даже Если Не Осознает Ну Опять Здесь Вы Говорите Как О том Что Как Будто Как Будто Вы Говорите Что Я Вам Рекомендую Не Стремиться К счастью Откуда В подобную Точку зрения Взялась Не Очень Понятно Вот Вы Говорите Совершенно Очевидное Ве Что К счастью Можно Стремиться И Любой Это Делает Даже Если Не Осознает Вся Гомеостатическая Теория Психологии Строится На Этом А Это Очень Мощное Течение Психологии Гомеостаз Я Если Честно Не Понимал Почему Вы Это Сказали Смотрю Что Наши Виновищ Ну Ладно Я могу Деть Так Когда Встреча С ним Ничего Не Изменилась Но В паре Разделяются Не только Ценности Но Церства И Интересные Мне Без него Теперь Неинтересно Много Вот Это И Плохо Знаете Вам Нужно Чтобы Вам Было Интересно Что Помимо Людей Если Вам Что Неинтересно Без него Значит Вы Обследовали Свои Интересные Через Человека Значит Вы Пали Зависимость Знаете Если Мне Интересен Футбол То Мне Будет Интересно Футбол Недависимость От С кем Я Или С кем То Я Или Без Кого То Я А Если Мне Интересны Какие То Вещи Только Пока Я С Кем То Значит Что Эти Вещи Мне Интересны Мне Интересен Человек И Чтобы Быть С Ним Чтобы Быть Ближе К Нему Я Разделяю Его Интересы Но Это Не Мои Интересы И Получается Что Я В Этом Человеке Растворяюсь А Растворяюсь В Этом Человеке Если Я Растворяюсь Человеке Я Позволяю Ему Во Мне Увидеть Себя И Тем Самым Его Отталкиваю Прошу Вас Пожалуйста Об Этом Подумать Далее У Каждого Есть Человек Обладающий До Обладающий Опять Это Очевидно У Каждого Человека У Каждого День Человека Обладающий Знашимися Действительно Так Я Вам Больше Скажу У Каждого Человека Есть Свой Кумир Кумир В Более Узком Смысле Слова Не Тот Кумир Как Перес Или Что То Ещё А Объект Для Подражания Объект Для Идентификации И каждый Из нас Себя С кем-то Идентифицирует Опять же Теория Подражания Как Например Социологическая Концепция Социологической Психологии Социальной Психологии Отсообразение Социальной Психологии Вот Далее Человек Сделает Подлость С моей Точкой Зрения Но Тем не Менее За 3 года Никто Из новых Моих Знакомых Не стал Более Значим Чем Он Я В свою очередь Чувствую Что Для новых Знакомых Я Тоже Не Слишком Значим Ага Опять же Опять же Из наших Номых Знакомых Никто Не стал Более Значим Чем Он Потому Что Вы Возможно Сравниваете Новых Знакомых С ним Возможно Вы Не Раскрываете Перед Новыми Знакомыми Так Как И мы И Не позволяете Новым Знакомым Проявить Себя С вами Если Вы Не Позволяете Новым Знакомым Примить Себя С вами А Сами Перед Ними Тоже Не Раскрывает То Откуда Взят Значимости И Если Человек Сделал Подлость С моей Точкой Врения С Вашей Точкой Врения То То Его Значим Для Вас Не Исчезла Она Как Была Так И Остала Вот Только Какого Рода Это Значим Любовная Или Личностная Вот Постарайтесь Об этом Подумать Потому Если Любовная То Человек Сделал Подлость Потому Он Был Несчастлив Люди Редко Делают Подлость От Счастья А Если Он Был Несчастлив То Без Вас Он Стал Счастливее И Если Вы Его Любили То Вы Точно Будете Счастлив И Сможете Жить Дальше А Если Вы Чувствуете Значимость Этого Человека Для Себя Это Говорит О том Что Вы Опять От Него Зависимы Если Вы Начнете Отходить От Восприятия Отношений Как Обязательно Созависимых То У Вас Появится Шанс Выстраивать Новые Отношения Где Вы Не Будете Бояться Ни Измены Ни Предательства О Которых Я Говорил И Так Далее Раньше Я Думаю Что Все Получится Стоит Только Приложить Немного Усилий Получится Что Что Получится Что Именно Так В любом Деле Но теперь Убедилось Что Меня В любой Момент Можно Заменить На Другую Правильно Незаменимых Людей И Отношения Это Не Инвестиции Отношения Лотереи Их Можно Потерять В любой Момент И Поэтому Дорогить Нужно Каждой Секундой И Благодарить Человека За Каждую Секунду Приведенную С вами Не Рассчитывать На то Что Так Будет Всегда Сохранять Опять же Сохранять Или Нет Независимость Независимость В отношениях Не Отдаваться Человеку Полностью Не Рассвавляться Не Впадать От него В зависимость Все правильно Правильно Вы понимаете Но только Это нормально Далее Если Не устраивать Что-то Свободное Так О какой Самоценке Может Ити Речь Можно В ход Зависдиться Всегда Найдется Кто-то Получше Опять Аноним Такое впечатление Что вы со мной Спорите Зачем Только Я Не понимаю Сама Оценка Нужна Вам Для того Чтобы Ценить И любить Себя И чем Цельнее Вы будете Любить И ценить Себя Тем Цельнее Ценить И любить Вас Будут Другие Вы можете Развеститься Сколько Угодно Если Вы Не Будете Любить Себя И Уважать Себя Как Женщина Если Вы Не Будете Понимать Что Мужчине Нужно Что Мужчина Хочет Какую Женщину Он Хочет Видеть Рядом С собой Если Вы Не Будете Чувствовать Его Желание Он Действительно Вас Уйдет Отношения Строятся На Двух Основных Важных Принципах Первое Это То О чем Я Уже Говорил Когда Казалось Отношение Нужно Ценить Каждое Мгновение И Стараться Сделать Любимого Человека Счастливым И Не Смотреть Будущее И Не Надеяться Ни На Что Не Думать Что Это Отношение На С Женщина И Так Далее А Второе Это То Что Именно В Вашем Контексте В Контексте Ваших Отношений С Мужчиной Как Называется Следование Образу Образу Той Нужен Один нормальный человек не бросит другого, если тот полностью его удовлетворяет во всем Понимаете У Расставание Есть Всегда Свои причины Либо Заканчивается Любовь И Это Это Негас Неконтролируется Либо Люди Перестают Чувствовать себя Удовлетворенными И То Что Сделал Ваш Мужчина Очень Похоже На Неудовлетворенность На Фрустрацию Потому что Он Сделал Тупор Чтобы Что-то Доказать Чтобы Как Себя Проявить Вот Такой Будет Вам Ответ Аноним Если Вы Не Измените Свою Позицию С Позиции Спорящего Человека На Позицию Человека Познающего На Позицию Человека Разбивающего На Позицию Человека Постигающего Что-то Новое На Позицию Человека Не Держащегося За То Что Причиняет Ему Боль За То Что Ведет Достаточно Серьезному Негативу То Я Думаю Что Вам Помочь Можно Будет Вот Значит На Этому Все Если У вас Остались Вопросы Пожалуйста Пишите В личку Вот Если Вы Решите Еще Одно Оставить Дополнение То Тогда Опять же Напишите Мне В личку О том Что вы Это Сделали Чтобы я Прочитал Потому что Ваше Дополнение Я увидел Совершенно Случайно И Оно Могло Затеряться И я мог На него Не ответить Поэтому Пожалуйста Либо В личку Либо Известите За меня В личке О том Что Вы Написали Дополнение По другому Я вам Не отвечу Вот На этом Все Надеюсь Что Мой ответ Был вам полезен Спасибо Что отметили Мой Первый 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 Ответ Как лучший Желаю Вам Всего Доброго Желаю Вам Не отвергать То Что Сказал Я И мои Коллеги До До свидания